Утро не задалось. Так об аварии со своим участием рассказывает Сергей Назаров. Около 8 часов утра депутат Гордумы ехал на работу из Зашекснинского района. Примерно посередине Октябрьского моста ему пришлось делать экстренную остановку. Впереди Нексия ехала, Деонексия завиляла, потом резко вывернула на встречную полосу. Ударила ее, там ехал джип, ударил ее, она отлетела обратно. Но джип, потеряв управление, врезался в меня, я никуда не смог убраться. Но, естественно, мою машину отбросил на следующую полосу. И там пострадала еще машина Hyundai, девушка ехала. Благодаря спортивному прошлому и хорошей реакции Сергею Назарову удалось избежать лобового столкновения с Mitsubishi Montero. Машины врезались по касательной. Как оказалось, за рулем Mitsubishi ехал Александр Зотов, заместитель директора хоккейного клуба «Северсталь». Движение было обычное, как обычно утром, плотное достаточно, особенно со стороны Зашихсненского района. Передо мной из встречного потока выскочила машина Деонексия и ударила меня. Практически лоб чуть-чуть слева. У меня лопнуло колесо, я нажал на тормоза, но машину потянуло влево. И в результате я столкнулся еще с одной машиной. По официальной информации, в аварии никто не пострадал, однако в социальных сетях с нами связалась Череповчанка, которая подвозила пассажиров Нексии в больницу. Женщина, которая сидела на переднем сидении, сильно ударилась о лобовое стекло. На этом участке Октябрьевского моста и произошла авария. Как мы видим, сопутствующих для аварии дорожных условий не было, мост убран. По предварительной информации, водитель Нексии превысил скоростной режим. По сведениям полицейских, выяснилось, что водитель Деу Нексии работает в одном из таксомоторных предприятий города. Этим утром он вез своих пассажиров. Первая причина – это невнимательность водителя, нарушение правил дорожного движения. Водитель пояснил, что впереди транспортное средство неожиданно остановилось, пришлось уходить на встречную полосу. Но это даже по рамкам безопасности противоречит всем мыслимым, всей логике мысли уходить на встречную полосу. Всегда либо нужно уходить в кувет, но тут кувета не было, то тормозить. И, конечно же, если уже все, то в заднюю часть автомашины въезжать. На месте аварии работали два экипажа дорожной полиции. Проезд по мосту регулировали вручную. Место аварии объезжали по встречным полосам. В течение часа разбитые машины эвакуировали. Несмотря на слаженную работу оперативных служб, образовался огромный дорожный затор. Путь из Зашкнинского в индустриальный район занимал около часа. Многие череповчане опоздали на работу и учебу.